Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов на встрече с генеральным директором Газпром Межрегионгаз Черкесск Сергеем Москаленко рассмотрели итоги работы газовой отрасли и ход реализации программы по газификации республики. Несмотря на сложный для экономики минувший год, уровень расчетов по всем группам потребителей составил 96%. Оплата более 100% за поставку газа зафиксирована по промышленным потребителям, теплоснабжающим и бюджетным организациям. В этом году запланировано завершение строительства газопровода Карачаевск-Тиберда. Также в программу на этот год включено строительство газопровода от Аула Джигута до Козыл-Калы. Россия по праву гордится всемирно известными именами великих ученых, исследователей и новаторов. В 2021 год указом президента Владимира Путина объявлен годом науки и технологии учебный семестр. В очном формате в Карачаево-Черкесском госуниверситете начался с фестиваля науки и технологий. На мероприятии побывал наш корреспондент Аслан Гирюгов. После долгого карантина Карачаево-Черкесский госуниверситет вновь возобновил свою работу в очном режиме. Студенты и преподаватели уже соскучились по привычным лекциям и парам. В честь открытия года науки и технологии второй семестр начался с фестиваля. Все факультеты и институты проводили открытые лекции, беседы, круглые столы, выставки научных родов. Как отметил ректор университета Таусултан Узенов, 2021 год стал годом науки и технологий. И это позволит привлечь больше внимания ко многим научным исследованиям и проблемам. В предстоящем году планируют провести много научных конференций и заседаний. Одна из важных задач университетов – это, конечно же, научное исследование. И мы каждый год занимаемся этим, каждый год даем какие-то результаты. А в этом году, так как объявлен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем годом науки и технологий, нас обязывает еще более серьезно относиться к этому делу. Я надеюсь, что к лету и осенью у нас будет очень насыщенная программа проведения различных таких мероприятий научных. Ну и, конечно же, студенческая наука для нас очень важна, потому что именно студенческая наука подпитывается в будущее научно-исследовательской деятельности в университете. И здесь мы будем проводить тоже интересные мероприятия. Помимо студентов и преподавателей, в фестивале участвовали школьники Карачаевска. Многим очень понравились химические опыты, которые продемонстрировали студенты и преподаватели естественного географического факультета, а также экскурсии в археологическом музее, в котором рассказали об интересных экспонатах, найденных во время раскопок. Работники музея познакомили школьников с бытом и историей народов, населяющих нашу республику. Но больше всего им понравилась игра в «Альчики». Так как в прошлом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу университета, многие конференции проводили дистанционно. Но научная деятельность не была остановлена, и в этом году планирую провести еще больше исследований. Конечно, пандемия, коронавирус, этот вопрос в качестве темы исследований не обошел наш университет. И в прошлом году наши исследователи занимались этой проблематикой. Ну и в этом году мы будем продолжать тоже рассматривать теперь уже последствия коронавируса на различные, так сказать, сферы нашей жизни. И психологи этим занимаются, и социологи этим занимаются, и экономисты, конечно, прежде всего. То есть будет такой достаточно обширный пласт конференции. Завершилось празднование Дня науки в актовом зале, где подвели итоги, проведенные в прошлом году работы. Многие преподаватели наградили грамотами за успехи и проделанные исследования. Теперь после карантина и студенты и преподаватели готовы вернуться к прежнему режиму обучения. Аслан Гирюгов, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 18 131 человек. Из них 16 492 выздоровели, 535 человек госпитализированы. Рашид Тимрезов поддержал идею создания садов и огородов при каждой школе Карачаево-Черкесии. В ауле Карджурт на приусадебном участке выращивают картофель, капусту, помидоры, морковь и другие культуры. Причем их выращивают не только взрослые, но и сами школьники. В школьной столовой свои свежие овощи и фрукты. Кроме того, за каждым классом закреплен участок цветник, где дети с любовью и заботой разводят цветы, и тем самым облагораживают родную школу и в целом делают мир прекраснее и добрее. Глава Рашид Тимрезов дал поручение Минобразования и Минсельхозу республики совместно с главами администрации городов и районов проработать этот вопрос. МЧС предупреждает в горных районах Карачаево-Черкесии ожидается очень сильный южный ветер до 32 метров в секунду. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью местами осадки, дождь и мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. В горах будут порывы до 20-25, ночью до 32 метров в секунду. Температура ночью плюс 1-6, местами до 4 градусов мороза, днём 13-18 выше нуля, местами 5-10 со знаком плюс. В Черкесске без существенных осадков, ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 1-3, днём 15-17 градусов тепла. Роняем цены в конце сезона. Скидки до 50% на всё. Шубы, пальто, куртки. Только до 15 февраля. Вятские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Всё, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. В Черкесске открылась Всероссийская выставка без срока давности. Проект направлен на сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В Центре военно-патриотического воспитания молодежи представлены архивные документы, собранные рабочей группой поискового движения России. Каждый документ отражает весьма важное и весомое доказательство преступления против человечества. Материалы содержат подробности описания неправовых действий над мирным населением. На фото изображены массовые захоронения и сцены насилия над людьми. Организаторы выставки отметили, что в скором времени она будет дополняться архивными материалами и из нашей республики. Организация и управление сельскохозяйственными кооперативами – это малая, но значимая часть научных работ кандидата экономических наук почетного работника высшего профессионального образования России Йолманбета Хусейновича Тангатова. Недавно общественность республики простилась с достойным сыном нагайского народа. Йолманбет Тангатов был патриотом своей родины, многие годы трудился в отрасли сельского хозяйства, защитил кандидатскую диссертацию, работал в НИИ, а затем и в Крачево-Черкесской технологической академии и много лет делился своими знаниями со студентами. О жизненном пути Йолманбета Тангатова в репортаже Алдинаевой. Жизнь быстротечна, но память вечна. В сердцах не только своих родных, но знакомых, коллег и всех, с кем учился, работал и был знаком Йолманбет Тангатов оставил яркий след. Сама совершенствование, целость ребенок, работососудность и честность по отношению к людям, по отношению к жизни. И наряду с этим он был прекрасным семьянином, воспитал троих детей, дал им всем высшее образование. Очень грамотный, очень эрудированный специалист, который знал свое дело, который любил свое дело, работал с удовольствием, с увлечением. С коллегами всегда был общителен, доброжелателен. Был талантливым менеджером, будем говорить так современную музыку. Экономистом был от Бога. Этот человек знал и проблемы не только Карачао-Чакисии, проблемы не только Северного Кавказа. Он очень даже интересовался проблемами малочисленных народов Российской Федерации. В студенческие годы мы с ним познакомились, вот с тех пор мы и дружили. Это был очень принципиальный, очень порядочный, очень хороший семьянин, специалист очень хороший. Юлманбет Тангатов родился в многодетной семье, стремился получить хорошее образование и после окончания Ставропольского сельхозинститута, став агрономом-экономистом, начал трудиться в сельскохозяйственной отрасли. Работал главным экономистом совхоза Иркин-Юртский, а после и крупнейшего откормочного объединения. Трудился он и в совхозе Октябрьский. Совершенствовать систему оплаты труда, прогрессивную систему оплаты труда, внедрение этой системы в этих хозяйствах для того, чтобы люди получали достойную зарплату. И они всегда были благодарны ему за то, что у них был такой серьезный, думчивый и порядочный главный экономист в их хозяйстве. Заведовал Йолманбет Тангатов сельхозотделом Адыгехабльского районного комитета партии, где также проявил свои лучшие качества как организатор. Он стоял у истоков создания Ногайского района, долгие годы был в составе руководящего состава общественной организации «Берлик». Его мысли были направлены на консолидацию общества межнационального согласия. Йолманбет Хусейнович и Нина Юнусовна вырастили двоих дочерей и сына. Все они пошли по стопам отца и стали экономистами. Не просто прекрасным отцом, дедушкой, но и учителем. Все его полезные жизненные советы, наставления, все его труды навсегда останутся в памяти. Я благодарна Всевышнему Алмару за то, что он даровал нам такого отца. Йолманбет Тангатов – заслуженный экономист Карачаева Черкесии. Он автор четырех монографий. А еще Йолманбет Хусейнович серьезно занимался боксом и достиг хороших результатов, стал кандидатом в мастера спорта. Знающие его люди говорят, что Йолманбет Тангатов был примером для огромного количества людей, которые его окружали и глубоко уважали. Сегодня Международный день стоматолога. Сейчас стоматология достигла невероятного развития, благодаря которому можно забыть о боли и страхе при посещении дантиста, получив при этом шикарную улыбку и здоровые зубы. В России Международный день стоматолога отмечают на протяжении нескольких лет и с каждым годом он приобретает все большую популярность. А уже 6 марта в мире отмечается еще один праздник – Международный день зубного врача. Рыбаки Камчатки – частые гости в Карачао-Черкесии. На этот раз они снова удивят жителей своей полезной и вкусной продукцией. Завтра в Черкесске в центре предпринимателя на Горького 8 открывается рыбная ярмарка дары Камчатки. Светлана Шаганова подробнее расскажет о рыбных деликатесах. На час отложив все свои дела и вперед на рыбную ярмарку. Лучшее средство для укрепления иммунитета – это хорошая рыба и красная икра. Место встречи изменить нельзя – центр предпринимателя. И вот они перед вами – дары Тихого океана. Любима, наверное, всеми – чавыча, цариц лососевых. Выбор на рыбной ярмарке, как всегда, огромный. Палтус, насколько он очень жирный и вкусный, но он считается диетической рыбой. Это очень полезно для кишечника. Много рыб до 30 наименований. Новинки у нас есть – кальмары, щупальцы, кальмары фамидии, сельд и васи. Это все с Камчатки, это все с Дальний Восток. Все очень полезно и вкусно. А у кого повышенный холестерин, рекомендуют белорыбицу. Калорийность в ней не так уж и велика. Но в белорыбице все необходимые витамины и микроэлементы. Рекомендуется употреблять при заболеваниях щитовидной железы. Также снижается риск инфарктов. На ярмарке есть мидии, кальмары и осьминоги. А сельдь, ну, очень вкусная. Также любимый всеми голец. В ассортименте консервы. Да, именно те, которые продавали еще в далеком Советском Союзе. Ну и какая же рыбная ярмарка без красной королевы. Икра наисвежайшая. А вкус нужно один раз попробовать, чтобы вернуться за этим деликатесом. Икра у нас есть, чавычи, киты, есть форелевая икра. Вся икра очень полезна. Тем более сейчас, как у нас очень много вирусов, гриппа, это очень полезно. Если вы все же предпочитаете мясо, вам просто необходимо продегустировать и хорошую рыбку. Попробуйте богатство морей и укрепите свое здоровье. Ярмарка будет работать до конца недели. Мы рады видеть покупателей города Черкессия. Это любимый наш город. Мы сюда с удовольствием приезжаем и ждем наших покупателей. Светлана Шаганова, Роберт Джигутанов. Вести. Карачаево, Черкессия. Это все вести на сегодня. До встречи. А дальше смотрите сериал «Склифосовский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова